Когда мы слышим слово «косатка», обычно представляем себе большие, черные и белые величественные создания, плавающие в холодных водах океана. Обладая впечатляющими характеристиками и умениями, такими как способность создавать волны и охотиться в группе, косатки завораживают ученых и любителей природы по всему миру. Однако недавние научные открытия в области изучения этих удивительных млекопитающих поднимают важные вопросы о их эволюции и классификации. В последние годы исследования привели к открытию нового вида косатки, что стало не только научной сенсацией, но и шокировало мир. По мере того, как ученые углублялись в исследование ДНК косаток, они обнаружили, что существующие виды можно разделить на новые подкатегории. В частности, они выявили различия между резидентными и транзитными косатками, которые могут быть признаны отдельными видами. Эти различия так значительны, что в 2024 году, вероятно, новым видам будут присвоены официальные статусы. Это открытие изменит наше представление о косатках и об их месте в биоразнообразии океанов обнаружив, резидентные и транзитные косатки. Ученые смогли выяснить, что эти виды не смешиваются и не размножаются между собой. ДНК исследования показывают, что их группы разошлись около 300 тысяч лет назад, что указывает на то, что косатки эволюционировали независимо друг от друга. Это открытие поднимает вопросы о том, насколько разнообразным может быть живое существо и как разные условия жизни могут влиять на его эволюцию. Транзитные косатки, как выяснили исследователи в отличие от резидентных, живут преимущественно в открытом океане и питаются крупными млекопитающими, такими как тюлени и морские львы. Эти создания толще своих резидентных аналогов, имеют более треугольные спинные плавники и массивные челюсти. Длина транзитных косаток больше на 50 см по сравнению с резидентными, что делает их еще более мощными охотниками. Тактика охоты транзитных косаток удивительна. Эти млекопитающие используют свои зубы, приспособленные для дробления костей и жестких шкур жертвы. Выносливость помогает им путешествовать большие расстояния в поисках пищи. Отличаясь от резидентов, транзитные косатки ведут охоту молча, что делает их еще более опасными искусными охотниками. Состав групп этих косаток обычно колеблется от 3 до 7 особей, что делает их охоту более эффективной и скрытной. Секрет успешной охоты транзитных косаток заключается в их способности использовать пассивное прослушивание. Они прекрасно улавливают звуки, исходящие от своей жертвы, например, биение сердца или всплески воды. Путешествуя с малочисленными группами, транзитные косатки могут незаметно приближаться к своей жертве, и их ловкость и выносливость обеспечивают стратегическое преимущество в охоте. Одним из важнейших инструментов, используемых транзитными косатками, является гидролокатор. Они издают звуки короткими очередями, благодаря чему могут легко сливаться с окружающими звуками природы. Это делает их буквально невидимыми для потенциальной добычи. Исследования показывают, что популяция транзитных косаток находится на пути увеличения, что может быть связано с их эффективными охотничьими тактиками. Тактика транзитных косаток включает использование хвоста для управления жертвой. Эти акулы могут подбрасывать тюленей на высоту до 24 метров, чтобы ослабить их защиту. Удары хвостом становятся решающими в момент восприятия жертвы. Умение маневрировать и максимально эффективно использовать свою силу дает этим животным огромные преимущества над другими морскими млекопитающими. Для определения видов косаток ученые используют множество факторов, включая физиологию, генетику и поведение. Разнообразие между различными группами указывает на то, что косатки не могут быть отнесены к одному виду различия в охотничьем поведении, и рационе служат важными индикаторами для их классификации и понимания эволюции. В отличие от своих транзитных сородичей, резидентные косатки предпочитают есть исключительно лосось, не включая млекопитающих в свой рацион. В северо-западной части Тихого океана выделяются две популяции резидентных косаток – северная и южная. Из-за особенностей их рациона. Резидентные косатки не запугивают свою добычу. И тюлени, а также морские свиньи действительно не боятся этих красавиц. Резидентные косатки формируют большие стаи, охотятся с помощью эхолокации и скорее предпочитают жить неподалеку от береговой линии, в отличие от транзитных. Их спиной плавник более округлый, а черепы и зубы отличаются от таковых у транзитных косаток. Звуки, которые издают резиденты, также уникальны и не похожи на сигналы их переселенцев. Научное сообщество признало различия между видами только спустя 40 лет, что подчеркивает сложность изучения этих млекопитающих. Живя в многосемейных стоях, резидентные косатки имеют преимущество в охоте на лосося. Эволюция привела к тому, что они передают ценные знания о миграции лосося из поколения в поколение. Остаться со своей стаей и следовать традициям не только повышает шансы на выживание особи, но и укрепляет социальные связи внутри группы. Передача знаний играет критическую роль в выживании резидентных косаток. Печальные примеры сокращения численности южных косаток из-за утраты матриархов, которые были носителями этих знаний, подчеркивают, насколько важен долгосрочный опыт. Что касается зубов, то резидентные косатки обладают мелкими зазубренными и острыми краями, что позволяет им эффективно захватывать скользкую жертву. Когда мы говорим о косатках, не следует забывать о том, что они являются одной из самых интеллектуально развитых групп млекопитающих на планете. Сложные социальные структуры, коллективные охотничьи стратегии и уникальные формы общения становятся теми аспектами, которые не только привлекают внимание ученых, но и давно завоевали сердца многих любителей природы косатки. Косатки не просто находятся в центре экосистемы океанов, они являются ее ключевыми участниками. Социальная жизнь резидентных косаток значительно отличается от жизни их транзитных сородичей. Резидентные косатки живут в крупных матриархальных группах, где матриархи играют центральную роль. Эти опытные самки передают знания о поиске корма и миграционных привычках, что является критически важным для выживания их потомства. Долгие годы совместного существования позволяют развивать взаимосвязи, основанные на доверии и сотрудничестве, что делает эти сообщества особенно крепкими. Транзитные косатки, с другой стороны, формируют меньшие группы и ведут более независимый образ жизни. Их стратегии охоты требуют смекалки и слаженности, что требует специфического поведения, которое менее выражено в больших группах. Это делает их адаптацию к окружающей среде еще более интересной и сложной. Важной частью жизни косаток является их способность взаимодействовать друг с другом через звуковые сигналы, и эхолокацию косатки обладают уникальной способностью создавать сложные звуковые паттерны, которые служат не только для общения, но и для охоты. Эхолокация позволяет им ориентироваться в воде, распознавать препятствия и находить жертвы, даже в темноте или мутной воде. Каждая популяция косаток развивает свои уникальные диалекты, которые позволяют им идентифицироваться и поддерживать социальные связи. Такие музыкальные и звуковые ландшафты представляют собой исследуемую область, которая позволяет ученым глубже понять поведенческую эволюцию косаток и их культурной традиции. Понимание новых видов косаток, их поведение и эволюции позволяет нам углубить наши знания не только о самих косатках, но и о динамике морской жизни в целом. Каждый новый день открывает перед нами загадочный мир этих великолепных млекопитающих, позволяя заглянуть в их повседневную жизнь и харизму. С новыми открытиями о косатках приходит и новая ответственность. Мы должны помнить о величии всех видов, существующих на планете, и усердно трудиться над тем, чтобы обеспечить их защиту. В конечном итоге осознание важности сохранения биоразнообразия создаст устойчивую базу для будущих поколений. Косатки – это не только шедевры природы, но и символы того, насколько важна гармония в нашем мире. Надеемся, что будущее принесет еще больше открытий об этих удивительных созданиях, и мы сможем защитить их наследие для будущих поколений. Наша задача – сохранить этот уникальный мир, который стал домом для косаток, а также сохранить мир, полный тайн и чудес, которые ждут своего открытия.